День Пятидесятницы Иисуса Христа, и тем самым началась церковь, день, когда Бог проявился в трех лицах. Мы верим с вами в три единого Бога, не в Бога, который является под одним именем в разные периоды, а именно в три единого Бога. Я не знаю, как это объяснить, и никто не может объяснить, как три может быть одним, и одно может быть тремя. Это никто не может объяснить. И у некоторых из-за этого рвется разум, и они как бы выдумывают разные ереси, что Бог Яхва или Бог один, только Иисус Христос, или еще какие-то непонятные учения. Но Бог в трех лицах. Мы верим в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Святого Духа. И все это один Бог. Бог наш три един, да. И слава Богу за Духа Святого, который сегодня на земле, который сегодня в нас с вами, который сегодня действует в своей церкви. Бог его послал как утешителя, как параклетоса. Его основная задача наставлять нас на всякую истину, и также утешать, оберегать, защищать нас, ходатайствовать перед Отцом за каждого из нас. Он твой советник. И сегодня тот, кто внимателен к Духу Святому, он имеет внутри себя водительство. Это как с навигатором. Если ты будешь слушать, ты никогда не ошибешься. Дух Святой, вот он настолько внимателен к нам, что ему есть дело до всякой мелочи. Вот я иногда выхожу из дома и чувствую, что-то не в порядке внутри, знаете, какой-то сигнал. И если я остановился хотя бы на минутку и обратил на это внимание, то я обязательно получу, в чем суть этого сигнала. Либо я что-то забыл, либо что-то не сделал, либо что-то не выключил. И если ты не остановишься и не обратишь внимания, то потом, когда ты сел в машину и уехал, ты вдруг говоришь, ох, забыл. И вспоминаешь, что тебя же предупреждал Бог. Я не знаю, с вами так бывает или нет. Бывает. Почему? Тебе кажется, разве Богу есть дело вот до этих мелочей? Да. Он заинтересован всем тобой. Не просто тем, когда ты постишься, или твоей самой лучшей стороной. Он заинтересован полностью тобой. Ты для Него полностью ценен. Со всеми своими тараканами, со всеми своими недостатками. Ты для Него ценен. Потому что Он любит тебя. И Дух Святой, Он сегодня с нами, друзья мои. И Он сегодня в церкви. Церковь без Духа Святого не живая церковь. Именно Дух Святой дает жизнь церкви. Именно Дух Святой делает так, чтобы церковь входила в силе, врата ада ее не одолели. И церковь могла являть чудеса и знамения. Церковь могла побеждать этот мир. И она так побеждает, когда она ходит в силе Духа Святого. И я верю, что здесь, сейчас, посреди нас Дух Святой присутствует. И знаете, что интересно? Что, казалось бы, у Него день рождения, у Бога сегодня день рождения, или у Его церкви, у Его невесты, вот так лучше сказать. У Его невесты день рождения сегодня. Но ты и я, мы и есть Его церковь. И сегодня день рождения у нас, как у церкви. И знаешь что? Бог хочет дарить подарки. И Он сегодня дарит вам подарок. Если тебе нужно исцеление, просто прими Его сейчас верой. Даже без молитвы. Ты почувствуешь прямо как сейчас болезнь оставит тебя. Даже не надо молиться, потому что Дух Святой здесь. Просто верой прими, скажи, нет этой болезни. Я разрушаю его в своей жизни. И ты уйдешь отсюда исцеленным. Если тебе нужен финансовый прорыв, да нет вопросов. Начни платить десятину. Ты думал, а я, ты думал, вот в первом разе, как бы по вере прими, да? Здесь уже что-то надо делать, да? Ну нет, начни платить, и придет прорыв. Бог желает, чтобы ты был успешным. Он не мучает нас, если вдруг в нашу жизнь приходят какие-то трудности. Мы думаем, Бог вот мучает нас, какими-то трудностями. Да нет, Он хочет испытать тебя. Он хочет тебя сделать лучше. Он хочет, чтобы ты был сильнее. Он хочет, чтобы Он мог гордиться тобой. Вот кто родители, имея таких успешных детей, ведь берет гордость за них, правда? Смотришь, вот он успевает, смотришь, он вот здесь вот может чего-то достигать, целеустремленный. Все у него получается. И ты такой говоришь, а, мой сын, аллилуйя. Знаете, у нас в семье так, что вот сын у нас есть один, все самое лучшее ему досталось от меня, худшее от, ну, понимаете, да, от кого? Хотя, вторая моя половина, она думает ровно наоборот. Ну, вот почему? Потому что, когда ты видишь успехи своего сына, ты гордишься им. Ну, вот так же и Бог. Но прежде чем гордиться им, надо его воспитать. И вот этот процесс воспитания, он не ему, не мне не нравится, но он необходим. Вот так и Бог с нами, как с детьми. Он воспитывает нас, и тебе это не нравится. Но процесс этот необходим для твоей же пользы. Аллилуйя! Воздайте Богу хвалу! Слава Богу за Духа Святого! И так много можно говорить о Духе Святом! Это одна из самых главных тем книги Деяния и Евангелия от Луки. Евангелие от Луки и книга Деяния, они написаны как два тома. И там красной линией идет тема, тема Духа Святого. Без Духа Святого мы ничего не можем, друзья мои. Дух Святой нам нужен. Мы должны молиться и исполняться. Самое главное, исполняться Духом Святым. Друзья мои, знаете, давайте мы встанем на одну минутку. И я хочу помолиться, чтобы прямо сейчас каждый из нас исполнился Духом Святым. Прими верой. Если ты еще не говорил на иных языках, открой рот и, может быть, начни говорить. Прими верой. Начни это делать, потому что Дух Святой сегодня дает дары. Если ты ревнуешь о дарах, прими эти дары сегодня. Прими верой. Дух Святой их дает. Дорогой Небесный Отец. И я молюсь о том, чтобы ты сошел на церковь свою. Сошел в силе, в могуществе своем. И дал нам переживать тебя, Господь. Наполнил нас с собой Дух Святой. Чтобы мы ходили в помазание, в благодати и в силе Твоей. И видели чудеса, которые ты обещал нам. И ты сказал, что они будут нас сопровождать. И дай нам ходить в дарах Духа Святого. Пусть люди, которые жаждут эти дары сейчас здесь, получат их во имя Иисуса. И будут в них ходить. Благослови церковь свою. С собой благослови во имя Иисуса, молились мы. Аминь. Аллилуйя вас. Дайте Богу хвалу. Присаживайтесь, дорогие мои. Присаживайтесь. Знаете, мы иногда такие рациональные. И большинство работы в церкви совершаем своим усилием. Но есть Господь. Некоторые такие, о, знаете, иные языки, это очень подозрительно. Давайте мы не будем им молиться. Почему? Если об этом написано в Священном Писании. А вдруг вот там соблазняются? Да, мы в церкви не кричим громко, не говорим об этом. Да пусть соблазняются, это их проблема. Если об этом написано в Священном Писании, мне какая разница, кто о чем соблазнится? Так они и соблазняются, что ты верующий. Потому что соблазняются. А будешь не верующие, и об этом соблазняются. Кто хочет соблазниться, он обо все соблазнится. О, деньги собирают, не собирают. Соблазнится, потому что собирают. Не соблазнится, соблазнится, почему не собирают. Обо все могут соблазниться. Причем здесь есть Священное Писание. Если там написано, мы берем это и исполняем. Так, как написано. И все, друзья мои. Поэтому ходи в силе Духа Святого. Халилюя! Халилюя! Воздай Господу хвалу! И я продолжу говорить на тему, что делать человеку в последние времена. Вы помните, я так вот зарядил такую серию проповедей. Сериал такой. И мы говорим о том, что делать человеку в последние времена. Знаете, я много смотрю людей, что они говорят, читаю, о чем пишут, потому что надо как бы смотреть общую атмосферу сегодня в христианском мире. И я вижу, как многие проповедники, они сосредотачивают свое внимание именно на событиях, пытаясь растолковать эти события. Особенно из книги Откровения. Интересно, когда мы учились в семинарии, нам говорили такую вещь. Не проповедуйте из книги Откровения. Вот послание церквям можете, а все остальное лучше не проповедуйте. Потому что все это аллегорическое толкование, и ты не можешь понять, что есть истина и что нет истины. И ты можешь туда все, что хочешь. Вот все, что хочешь влить, втолковать. Кто-то видит свою страну там в этих событиях, кто-то свою, кто-то нынешнее время, кто-то следующее время. И там такой разгул. Все, что хочешь. А людям всегда интересно. А что же это значит? И люди всегда будут подкуплены именно этими событиями, которые есть в Откровениях, которые люди толкуют, потому что у них есть такая реакция. Ааа, вот это что значит? Ого! А ты его спрашиваешь, и что? А как это для твоей жизни применить? Да какая разница, как применить? Вот что это значит. И люди вот прям внимательно смотрят, смотрят за этим, и пытаются в этом разобраться. И мало кто говорит о том, что надо нам самим делать. И как бы мы увлекаемся этими событиями, и упускаем свое собственное дело. Потому что концентрируем большее внимание на том, что от нас вообще не зависит. Вот ты никак на это не можешь повлиять. Единственное, что ты можешь сделать, сказать, эй, вот это что значит? А я-то думал. И все. Ну, то есть удивиться, восхититься. Знаешь, вот чувства какие-то пережить. И оставить все на этом уровне. А вот поступки твои не меняются. Жизнь твоя не меняется. И ты думаешь, а для чего тебе нужно было вот это узнать? Ну, просто очередной раз пережить какие-то эмоции. Пережить какое-то удивление или восхищение. И мы с вами стали говорить о том, что делать человеку. Вот в последние времена. Потому что Иисус, когда говорил о последних временах, Он именно и дал нам советы, что нам делать. Как менять свою жизнь. Как реагировать на те события, которые происходят. И я считаю, что это более ценнее, чем вот знать то, что происходит, и толковать это в свете откровений или вообще в свете священного писания. Конечно, этому тоже нужно посвящать время. И это тоже надо уметь. Но больше все-таки внимания надо обращать на себя. И последний раз мы говорили, что надо вникать в себя. И я говорил вам, когда вникаете в себя, на что обращать особое внимание. Помните, я сказал, что в первую очередь надо обратить внимание на то, как мы слушаем. Не что мы слушаем, а как мы слушаем. Потому что все наши размышления и все наши поступки потом, или все наши мысли, а потом поступки, они происходят от информации, которую мы слышим. Ну, не бывает так, что ты действуешь без всякой информации. Ты либо в детстве слышал, либо когда учился в школе, еще где-то в церкви слышишь, от людей слышишь. И потом на основании этой информации ты начинаешь мыслить. Начинаешь мыслительный процесс. А потом эти мысли, они приводят тебя к каким-то определенным поступкам. Но мы действуем на основании информации, которая нам нравится, либо не нравится. И вот я сказал, Иисус нам говорит, смотрите, как слушаете. Не что слушаете, а как слушаете. То есть какие процессы происходят внутри вас. С каким сердцем вы подходите к информации. Если вы слушаете информацию в обиде, то у вас будут одни действия. Если вы в ропоте слышите эту информацию, в противлении, то у вас будут другие действия. И он говорит Иисус нам, что смотрите, наблюдайте за тем, как вы слушаете. Наблюдайте за тем, как вы вникаете в Писание. Какое у вас сердце? Вот когда ты открываешь Священное Писание, начинаешь читать, задай вопрос сам себе, с каким сердцем я сейчас читаю? У меня сейчас чистое сердце. Или я хочу что-то найти в Священном Писании, что меня оправдывает? И мы должны обращать внимание на то, как мы слушаем. Слушаем. Второе, я сказал, мы должны обращать внимание на то, ходим ли мы в истине. Ходим ли мы в истине. Или мы не ходим в истине. Истина есть Слово Божье. Сверяем ли мы свои поступки со Словом Божьим? Не с предложением, вырванным из контекста, а именно с Духом Священного Писания. У нас есть совершенное Слово Божье, совершенное пророчество, универсальное пророчество, которым является Слово Божье. И мы должны пользоваться им в своей жизни. И прежде всего мы должны, как лекала, применять Слово Божье к своей собственной жизни. К своей собственной жизни. И третьих, я сказал, мы должны следить за тем, не являемся ли мы соблазном для других людей. Сам Иисус говорит об этом. Соблазном должно прийти. Но горе тому, через кого они приходят. И иногда наше поведение становится соблазном для человека. Если человек так не делал раньше, то глядя на нас, он говорит, а если ему можно, мне-то почему нельзя? Или люди притыкаются, они приходят в церковь. Потому что они говорят, послушайте, эти верующие говорят одно, а живут совершенно по-другому. Поэтому нам надо следить за тем, чтобы наша жизнь не стала соблазном. Друзья мои, я не знаю, задумывались вы или нет, но наша жизнь, она воздействует или влияет на других людей. Кто-то однажды сказал, что мы есть продукт влияния как минимум пяти человек. Вот ты, кто есть сейчас, это твое окружение сформировало тебя. Праздное время. Я, например, пообщаюсь с ребятами, прихожу домой, и моя жена сразу может угадать, с кем я общался, даже не зная. Она мне говорит, опять с Сашей Веймером общался. Я думаю, вроде маслом не облился, вроде сзади генератора нет, там ничего не принес такое. Да, как она догадалась? Она говорит, у тебя опять это слово короче в твоем лексикане. Думаю, вот и все. И оно так и есть, вот ты пообщаешься, приходишь, а человек понимает, с кем ты общался, потому что ты попал под его влияние. Так же и он попадает под твое влияние. Мы так же влияем на других людей. Хотите, вы думаете об этом, хотите, признавайте это, хотите, не признавайте. Но вы влияете на других людей. И знаете, через ваше влияние может прийти либо соблазн в жизнь человека, либо хороший пример, либо побуждение к хорошим поступкам. Вот задумайтесь сегодня, как вы влияете на людей. Побуждает ли ваше поведение их к хорошим делам? Или они смотрят на ваше поведение и соблазняются? И когда они соблазняются, Слово Божие говорит горе вам. А когда они побуждаются к хорошим действиям, то и нам велика награда за это. Поэтому мы должны вникать в себя и быть хорошим примером для других. Сегодня проповедь так и называется. Будь хорошим примером для других. Помню, как однажды ко мне пришла одна девушка, ее звали Наталья. Она рассказала мне о том, что они с мужем хотят третьего ребенка. У них было уже два мальчика, и они мечтали о девочке. Они молились о ней и просили Бога, чтобы дал им девочку. И знаете, она сказала, я беременна. И казалось бы, надо бы радоваться. Но она говорит, вы знаете, обследование показало, что плод с патологией. И врачи мне предлагают прекратить беременность. И она задает такой вопрос, что мне делать, пастор? И я вам честно скажу, я в тот момент смутился, потому что я никогда не был беременным. Я не знаю, что женщины делают, когда она беременна. И второй момент, я понимал, что может родиться абсолютно любой ребенок, и потом ей надо будет воспитывать его. Ей надо будет расти. Я могу дать любой совет. Я понимал, что мораль христианская меня побуждала к тому, чтобы дать совет. Доверяй Богу, верь Богу, Аллилуйя. Это классно. Хорошо так вдохновлять людей. А потом, когда человек живет, не по своей вере, совершив этот поступок, а по твоей эмоциональной накачке, и проклинает все на свете. И я думал, надо быть аккуратным. И я ее спросил, а к чему ты склоняешься? Знаете, еврейский такой ход. Авраам, а почему вы всегда вопросом на вопрос отвечаете? А как вы думаете? Ну и здесь вот так вот, на всякий случай вам даю подсказку. Я говорю, а к чему ты склоняешься? И она мне говорит, я хочу рожать. Я говорю, Аминь. Давай. Я буду верить за тебя. Я буду молиться за тебя. Давай будем вместе молиться. Все, что я могу, молиться за тебя, за тебя, вдохновлять тебя. И мы стали молиться. Впрочем, что я вам рассказываю? Давайте посмотрим. У нас есть свидетельства. Многие узнают это, девушки. Всех приветствую. Меня зовут Наташа. Мне 29 лет. Я жена замечательного мужа. Мама троих деток. И хотела бы поделиться историей, которая случилась в нашей жизни. В 2018 году мы узнали о беременности. На первом скрининге нам сказали о том, что это девочка. Я была удивлена, потому что у нас первые два мальчика. Дальнейшие действия были такие, что необходимо было сдать кровь на выявление патологий плода. Это делается всем беременным. Были выявлены серьезные нарушения из патологии, отклонения в развитии плода. Из этого следовало, что необходимо сделать прерывание по медицинским показаниям. Для меня слышать эти слова было больнее всего, так как я понимала, что отнять жизнь, отнять жизнь того, у кого бьется сердечко, отнять жизнь своей доченьки, я не вправе. Муж меня поддерживал в это время. Мы молились, мы верили, но у меня более глубоко пришло сознание, что нужно ждать чуда, но нужно пройти этот путь. Было очень много страшных диагнозов касаемо отсутствия или разных размеров конечностей. Более позднем сроке, в 20 недель, это половина беременности, нам уже поставили порог сердца малышки, несовместимый с жизнью. Мы настоятельно говорили, что мы не вправе забрать жизнь. Жизнь дает Господь. И если Он дал эту жизнь, значит, у Него есть план на эту жизнь. На нас смотрели весьма странно. Даже кардиолог, сделав УЗИ плода, сердечко, когда смотрела, она вышла просто в коридор и сказала моему мужу, поговорите со своей женой. У вас же еще двое детей, зачем вам портить эту жизнь, зачем портить жизнь детям, у вас будут проблемы. Возвращаясь из клиники, мы с мужем поняли, что ребеночку пора давать имя. Живочек уже был виден, а мне было сложно с ней даже разговаривать. Мы шли и просто думали о ней. И поняли, что нашей веры в какой-то мере может не хватить. Пусть вера будет расти внутри. Пусть она будет живой, действенной и во славу Божью. И мы называли ее Верой. И с того дня Верочка просто начала расти. И изменилось мое состояние. Я начала исключительно думать лишь о хорошем. Когда настал день встречи с Верочкой, до этого я уже 10 дней пролежала в перинатальном в Краснодаре, ожидая родов. А они все никак не начинались. Меня положили заранее, потому что детки с патологиями развития, детки с синдромом рождаются раньше. Ожидалось, что перерезав пуповину, у Верочки не сработает сердце. И она тут же умрет. Ведь ожидалось, что у нее будет серьезные патологии с внешними конечностями, серьезные патологии с внутренними органами. И когда уже в родовой собрались все врачи, заведующие, ожидая рождения нашей доченьки, Верочка родилась в 41 неделю, естественным путем. Этот день был особенным. Я понимала, что вот оно, вот оно чудо. Я родила Верочку, и увидела ручки, ножки, голова. Я просто увидела ангела. Я поняла, что Бог через это уже начал работать. Когда врачи увидели Верочку, они также померили ей ручки, ножки. Увидели, что ребеночек не соответствует описанию, которое ожидалось. Я была в тот момент безмерно счастлива. Я чувствовала, как спустились в небеса. Я чувствовала, как ликовали ангелы. И улыбался рядом со мной Бог. Улыбался так с любовью. Я готова была, чтобы Он ее забрал. И даже во время беременности, когда мне было тяжело, я смотрела на небо и говорила, «Господи, но если ей предстоит так пострадать, ну, может, лучше к тебе?» Но нет. У Бога был другой план. Он-то знал о нем. У всех встает всегда вопрос, зачем я ее родила? А у меня всегда встает встречный вопрос, как можно лишить жизни человека? Да, может быть сложно. Но сложно это не значит, что нужно убить. Мы же не убиваем детей, когда они начинают заболевать. Мы не убиваем своих близких, когда они по факту начинают болеть, какими-то серьезными заболеваниями. Верочка является свидетельством для врачей. Верочка является свидетельством для моего окружения и для женщин, с которыми я теперь общаюсь. Мне приходится часто слышать, читать сообщения от женщин, которые проходят подобный путь и не знают, как поступить. Естественно, мой ответ всегда один. Мы не имеем права лишить жизни человека. Но опять же, каждый отвечает сам за себя. Я думаю, все знают, что Бог не дает испытания сверхмеры. Бог не дает испытания сверхсил. Бог идет всегда впереди. И Он знает, что нас ожидает. Доверяйте Господу в своей жизни. Доверяйте Господу в своей ситуации. Аллилуйя! Друзья мои, вы, наверное, услышали, что, родив этого ребенка, она стала примером для других женщин. Люди стали ей звонить, спрашивать, как ты справилась, что нам делать. И она стала своим примером вдохновлять людей. Я знаю, что сегодня и в церкви в нашей есть люди, которые своим примером вдохновляют людей. Они прожили определенный этап жизни, сложный. И когда они проживали его, они задавали вопрос, Бог, почему ты это допустил в моей жизни? И им было сложно. Но сегодня они вдохновляют других людей, как вдохновляет Наталья. Сегодня множество женщин на то, чтобы смело рожать, если вдруг что-то пошло не так. Я ее спрашивал, говорю, ребенок все равно не до конца здоров. Я ей говорю, вам не сложно. Она говорит, Олег Васильевич, вы не представляете, как Верочка научила нас любить. Говорят, мальчики, они любят ее. Мы стали как-то по-другому относиться друг к другу. Друзья мои, если вы проходите сложные обстоятельства, доверяйте Богу. Это не напрасно. Знаете, даже отрицательный пример может быть примером. Так в футбольном матче, который состоялся 7 апреля 1823 года, в команде, которая играла превосходно, ну вот как-то не могла забить гол. Знаете, не везет иногда. Ты играешь лучше соперника. То штанга, то мяч потерял или еще что-то. Ну, короче, не идет он в ворота. И вот у этой команды не шла игра. И вот в конце, на последней минуте, один игрок из этой команды, которого звали Уильям Уэб Элис, от отчаяния нарушил правила игры. Он схватил мяч в руки и побежал к другим воротам, к воротам противника, и прям со мячом забежал в эти ворота. Тем самым как бы забил гол. Конечно, гол не засчитали. Но знаете, стадиону так понравилась его целеустремленность, его вот это отчаяние, может быть, где-то, что они стоя аплодировали ему. И знаете что? Таким образом родилась игра регби, который стал основополагателем Уильям Уэб Элис. Тот игрок, который вот совершил такое действие, как бы дал примеры, дал толчок, друзья мои. Поэтому иногда даже отрицательные примеры, вроде бы нарушение каких-то правил, в итоге становятся положительным примером. В Новом Завете есть история об одной женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, и никак не могла победить эту болезнь. Вы все помните об этой женщине с кровотечением. Давайте прочтем эту историю из Евангелия от Марка, в пятой главе, с 25 стиха. Здесь написано, одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много, потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из Него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали Ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла Павла перед Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезней твоей. Друзья мои, эта женщина 12 лет страдала болезнью, которая сделала ее нечистой в обществе, потому что существовал закон, если у женщины было кровотечение, то она становилась нечистой по закону. Вот эта женщина в течение 12 лет была абсолютно нечистой, и ей надо смотреть было за тем, чтобы никому не прикоснуться, потому что по тому же закону, если ты прикоснешься к какому-то человеку, он также становился нечистым. И фарисеи, они строго относились к этому. Они могли тебя побить камнями, если видели злой умысел, или нарочно, что ты сделал так, сделал всю толпу нечистой. Представьте, она пришла в толпу, она услышала об Иисусе, перед ней стояла толпа, и она понимала, если она будет протискиваться сквозь эту толпу, вдруг кто-то узнает ее, скажет, эй, это вот та женщина с кровотечением, так она же нечиста. И толпа, разъяренная, не разобравшись, могла просто разорвать ее, растерзать ее. Какое усилие надо было женщине, и какую надо было жертву принести? Какую цену надо было заплатить, чтобы приблизиться к Иисусу? Это цена ее жизни. Порой мы, верующие люди, которые имеем благословение от Иисуса Христа, не можем заплатить гораздо меньшую цену, чтобы прийти к Иисусу в церковь. А эта женщина готова была пожертвовать своей жизнью, для того, чтобы хотя бы прикоснуться к его одежде. Она и мечтать не могла, что Иисус возложит на нее руки и помолится за нее, как он делал это обычно. Он возлагал руки на больных и молился за них, и болезнь исцелялась. Но она мечтать об этом не могла, потому что она знала, что она нечиста. Она не могла представить, что он может оскверниться, возложив на нее руки. Поэтому сзади написано. Не спереди, а сзади она подошла. Знаете, такое ухищрение использовала, чтобы никто ее не узнал, чтобы достичь своей цели. Подошла сзади толпы, прошла сквозь толпу и прикоснулась к одежде. И написано, как только она прикоснулась, она почувствовала себе, что у нее источник крови иссяк. И написано также, что Иисус почувствовал, что из него вышла сила. И он повернулся к народу и говорит, кто прикоснулся ко мне? Послушайте, это сложный вопрос был для женщины. Она же не знала, что он ей скажет, вера твоя спасла тебя. У нее не было священного писания, она его не читала, как мы. И поэтому у нее был страх. А вдруг он объявит ее нечистой и скажет, почему ты меня сквернила, кто дал тебе право прикоснуться ко мне и сквернить. И он спрашивает, кто прикоснулся ко мне? И написано, женщина в страхе и в трепете, от этого у нее страх и трепет. Пришла та женщина, которая могла бы раствориться в толпе, потому что она уже свое получила, как многие из нас, когда получают Иисуса, и они растворяются, их нет. Смотришь, он просил, просил, на коленях стоял, потом получил работу или жену, или мужа, и нет его, растворился в воздухе. Эта женщина, она не растворилась в толпе после того, как получила свое исцеление, в страхе и в трепете, подошла, упала к его ногам и сказала, это я, прикоснулась к тебе. Никто до нее так не делал. Поэтому она действовала не по правилам, она была движима своей верой, которая впоследствии и спасла ее. Она нарушила все каноны, нарушила все законы, нарушила все религиозные правила, установленные на тот момент в Израиле. И верой была движима. И пошла, нарушив этих правил, прикоснулась к Иисусу, и Иисус сказал ей, вера твоя спасла тебя. Это нам так кажется. Ага, услышала об Иисусе, пошла просто и прикоснулась. Мы так же читаем Священное Писание, без исторического контекста. А у нее на кону жизни стояла. Вот в чем была проявлена ее вера. Но это еще не все, друзья мои. Когда мы читаем следующую главу, Марка 6 главу, там написаны такие слова, послушайте внимательно. 53 глава. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Это ученики вместе с Иисусом. Когда вышли они из лодки, тот час жителей, узнав Его, то есть Иисуса, оббежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно, было находился. И куда не приходил Он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его внимания, чтобы им прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись. Друзья мои, до этой женщины никто никому никогда не прикасался, никаким краям одежды. Эта женщина стала большим примером для многих в этой окрестности. Глядя на ее поступок, люди стали говорить, а может быть, я тоже прикоснусь к его одеждам и исцелюсь. И они приходили и прикасались к одеждам и исцелялись. Послушайте, многие из нас сегодня прикоснулись к Иисусу и исцелились. И мы сегодня должны с вами быть добрым примером для многих людей, для людей, которые нас окружают, чтобы, глядя на нас, они так же хотели прикоснуться хотя бы и к одежде Иисуса Христа. Вот как надо жить. Быть добрым примером, как эта женщина. И чтобы нам быть добрым примером для других людей, я хочу дать вам всего лишь три совета. первое. Мы должны иметь и сохранять способность слышать. Вот в прошлый раз мы говорили на тему как слушать, а это иметь способность и сохранять эту способность слышать. Без способности слышать человек не может подойти к Иисусу, друзья мои. Если вас кто-то позовет, а вы не будете иметь способность слышать, вы никогда к этому человеку не подойдете. Это элементарно просто. Послушайте, вот эта женщина, она 12 лет страдала болезнью и сказано источила все свое имение. То есть она отдавала финансы для того, чтобы ее исцелили, чтобы ее освободили от ее болезни. Но сказано пришла в еще худшее состояние. То есть ее практически наверное обманывали. Представляете, она приносит деньги, ей обещают, что помогут, что-то делают, но ничего не помогает. И так 12 лет. И я знаете чему удивляюсь? Как она сохранила способность слышать? Как она не разочаровалась? Как она не огорчилась? За 12 лет обмана нас один раз подведут, мы уже потом никого не хотим слушать и слышать. И ни о чем не хотим слышать. Я недавно одному человеку проповедовал, свидетельствовал и проповедовал Евангелие. Он сказал, эээ, стоп, 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 я в 90-х годах уже слышал о ваших братьях, я уже был в таких церквях, только деньги собирают. И все, закрыта стена, у него нет способности слышать. А эта женщина за 12 лет не разочаровалась, сохранила свое сердце и сохранила способность слышать. Сказано, услышав об Иисусе, она пошла, сказала, еще раз. Мы бы сказали, да ладно, знаем мы этих шарлатанов, которые ходят по Израилю, и не получили бы свое чудо. так и бывает. Братья, собрание, проповедник приезжает, да знаем мы этих проповедников, слышали мы уже об этих проповедниках, хватит нам. Мы потеряли способность слышать, не сохранили эту способность слышать. И знаете, что в Боге способность слышать дают не уши, а мягкое сердце, мягкое, неогрубелое сердце, как сердце только грубеет, как оно только захлопывается, ты теряешь способность слышать. А если ты не слышишь Слово, то и вера твоя скудна, потому что вера, она отслышание и отслышание Слова Божьего. Послушайте, вера и надежда не живут в ожесточенных сердцах, не живут. Если с твоим сердцем непорядок, твое сердце ожесточилось из-за того, что тебя кто-то обидел, кто-то огорчил, а так в жизни бывает. Нас обижают. Вы думаете, меня не обижают? Сегодня вечером я тоже на кого-то обижусь, потому что забудут меня поздравить. И не один раз. А кто-то мало на карточку пришлет, к примеру, да? Есть повод всегда обидеться, всегда огорчиться. Не позвали кого-то, а кто-то на меня сегодня обидится, потому что я его на день рождения не позвал. Поймите, в каждом дне можно найти уйму поводов обидеться, огорчиться. Но это не должно схлопнуть наше сердце, ожесточить наше сердце. Мы должны всегда уметь слышать. И я говорил, смотрите за тем, как слышать. Сначала умение слышать, а потом как слушать. Во-вторых, женщина, невзирая на опасность жизни, подошла к Иисусу, подошла настолько близко, что могла коснуться его. Мы должны быть близко к Иисусу. Не просто на расстоянии, а близко к Иисусу. На расстоянии вытянутой руки, а то, когда ты будешь тонуть, Иисус протянет руку, и ты за нее не зацепишься. Петр был близко к Иисусу, когда начал тонуть. Порой некоторые из нас далеко от Иисуса, поэтому и тонут. Послушайте, что говорит сам Иисус, Он говорит, Я есть в лоза, а вы в ветви. И дальше Он говорит такие слова, кто пребывает настолько близко, близко, это, наверное, самая большая близость. Он говорит, не просто рядом, а кто пребывает во Мне. Во Мне. И дальше говорит, Я днем. То есть это настолько близко, что ты становишься одним целым. И Он говорит, тот приносит много плода, ибо дальше слова такие, без Меня ничего не можете делать. Наша сила не в наших способностях, еще раз скажу, а в Господе. Проблема в том, пребываешь ли ты в нем или не пребываешь. Пребывать в нем, братья, можно через церковь, которая есть тело его. И ты должен не просто приходить в воскресный день, а быть в церкви функциональным, потому что в теле его много членов. То есть члены это то, те, кто функционально, те, кто что-то делает, хотя бы молятся, десятины платят, и хотя бы служат как-то минимально. писание писание не говорит в теле его много родинок или жировых отложений. Она говорит про члены и дальше говорит мы члены. Будь функциональным в теле его. В Боге можно пребывать через его слово, читать постоянное его слово, пребывать в его слове, размышлять над словом, читай каждый день, каждый день, не раз в воскресенье с пастором, а каждый день. Бывают дни, когда ты упустил, но ты должен наверстать. Это надо воспитывать в себе дисциплину. В нем можно пребывать, когда ты пребываешь в молитвах и постах. Практикуй духовную дисциплину, пребывай в молитвах и постах. О, меня откровение не посетило, вдохновение не посетило, жду третий год. Ты должен быть дисциплинированным человеком для того, чтобы пребывать в Иисусе Христе. Воспитывай в себе дисциплину. Знаешь, как трудно на собрании бороться со сном? Ты прям сидишь и тебя рубят, а ты дисциплиной говоришь, нет, не засну. И тут же храп. Поэтому сохраняй способность слышать, пребывай в Иисусе Христе. И третье, женщина, невзирая на опасность, я уже говорил, на опасность жизни, подошла к Иисусу, коснулась его одежды. Но дальше, когда он второй раз, или когда он сказал, кто ко мне прикоснулся, эта женщина подошла в страхе и трепете, честно сказала, что она, хотя могла уйти. И вот еще третье, для того, чтобы быть примером для многих людей, будь честным. Во всем, во всем, даже тогда, когда проповедуешь и рассказываешь какие-то рассказы, у меня супруга, она летописец, она всегда за мной записывает, и я, как любой мужчина, который где-то в душе рыбак, вы же знаете, да, охотники охотятся, орнитологи за птицами наблюдают, а рыбаки врут. Поймите, они всегда ловят больше на словах, чем на деле, это их такая фишка. И проповедники, они тоже не могут удержаться, даже когда мы читаем Евангелие, в одном месте генесиаретский сумасшедший был в одном лице, а в другом Евангелии их было двое. Ну, один не рыбак писал, другой рыбак писал, там же рыбаки были. Понимаешь, он скажет, что одного, одного, давай двоих напишем, мы вот двоих одолели. Вот мы как проповедники тоже иногда так вместо пяти, семь скажем. Ну, как бы не собой хвалюсь, а Богом. И вот в этом вроде бы в мелочах мы бываем такие, ну, как-то не совсем честные. А надо учиться быть честным во всем. Особенно это мужчин касается, потому что мужчины любят преувеличивать свои подвиги. Убьют муравья, скажут дракона, понимаете? чтобы впечатлить свою вторую половину. И честным надо быть как минимум в трех направлениях. Первое, это с самим собой. Мы так часто обманываем себя, потому что мы можем с собой договориться. Мы иногда даем обещания ложные сами себе, и потом думаем, ну, обстоятельства такие были, на эмоциях пообещал, сегодня обстоятельства изменились, да, мне неудобно, но я же мужчина, я хозяин своего слова, я дал слово и забрал слово. Ну, хозяин, потому что, распоряжаюсь. И вот мы нечестны сами с собой порой, обманываем себя, юлим перед собой, с совестью своей идем на компромисс. Много таких разных вещей, ну, нет, нет, у вас такого нет. Я все, что рассказываю, все рассказываю о себе. Но я так замечаю, что я мастак врать сам себе. И иногда приходится самого себя взять за грудки и сказать, подожди, ты же врешь. А второй, твой я говорит, нет, не вру, просто интересно рассказываю. Правда, только интересно рассказываю. Человек рассказывает, его спрашивают, ты сам был очевидцем события? А он такой думает, ну, чтобы подкрепить информацию, как бы уже не было никаких сомнений в этой информации, он говорит, да. А потом, оказывается, его там и быть не было. А информация, она искажается. И мы любим ее передавать. И на самом деле, как бы рассказываем, приукрашивая. А суть-то, врем. Поэтому будьте честны сами с собой. Потом, будьте честны с людьми. Не врите. Не врите, людям. Врал ли я или вру? Да, бывает это в моей жизни. Я каюсь. Но это всегда скверно. И всегда это происходит из-за того, что ты хочешь себе авторитету прибавить. Как многие говорят молодежи, пуху накидать. А он же легкий. А потом приходит Господь и говорит тебе, ты взвешен и найден легок. А в Инстаграм заглянешь, какой легок? Там тысячи тонн в этом человеке столько напишут. Так себя преподнесут. Ты думаешь, вот это да, муж жену там хвалят. Какая у меня жена, жена мужа помазанной, перемазанной, замазанной. Вот сегодня напроповедовал, весь зал рыдал. А сколько в зале было? Я одна и моя мама еще. Рыдали, когда же закончат проповедовать. Зачем? Пусть вас другие люди похвалят. Зачем вы хвалитесь своим счастьем семейным? В Инстаграмах и везде. Зачем? Вас люди видят, вы такие счастливые в Инстаграме, а потом смотрят, вы собачитесь, и у них несоответствие. Они видят, как вы мужа любите, а потом вы приходите в гости и смотришь, твой муж, он там вообще слова не имеет. Ты как полкан лаешь на него. А подходишь к тебе, пастор, кто у вас глава в семье? Ты раз резко такая. Муж, муж, да, конечно. Я помню, к одному ребенку подхожу в церковь и говорю, привет, здорово, я с детьми всегда разговариваю, все узнаешь. Как дела, все хорошо? И говорю, слушай, а кто у вас в доме хозяин? Ребенок уже подросток такой посмотрел на меня, пастор, мама хозяин, но в церкви папа. Ребенок видит это, а потом вы ему говорите, не надо так делать? Да вы о чем? Зачем вы это делаете? Зачем вы врете людям о своем счастье, которое еще не успели приобрести? А если приобрели, вот моя жена, она хорошо говорит, она говорит так, счастье любит, тишину. Запомните мудрые слова. Не надо хвалиться на весь мир своим счастьем. Вот день рождения у жены начинают писать, дорогая, как я тебя люблю, и в инстаграме там поздравляют его, а она в соседней комнате сидит и даже не знает, что он ее любит. Ты иди сначала ее поздравь, там в соседней комнате цветы подари и все остальное, потом, может быть, напишешь. Напишут везде, как они любят, и уйдут из дома не поздравив. Друзья мои, ну так нельзя жить, не надо врать людям, не накидывайте на себя пухо, чтобы быть более авторитетным, вот этим враньем. Оно не поможет, потому что в день умный Господь взвесит каждого из нас, и весы его точны. Не люди взвешивают, а Господь. И последнее. Будьте честны с Богом. Не давайте ложных обещаний, лишь только для того, чтобы впечатлить Бога. Мы иногда так хотим впечатлить Бога, вставил, как скажем ему, Господь, если ты мне дашь. Интересно, мы проводим с братьями служение бизнес, как служение Богу, и мы проводим семинары, к нам приезжают бизнесмены с многих городов. И когда мы начинаем с ними знакомиться и говорить, я им задаю такой вопрос. Друзья мои, кто в церкви стал бизнесменом? Вот кто из вас в церкви стал бизнесменом? Не пришел уже к готовым бизнесменам, а в церкви. И знаете, это всегда 99,9%. Я, по-моему, в Екатеринбурге видел одну женщину, которую руку подняла, и больше никого не видел. Вот сколько я общался с людьми. И я им говорю такое, вот когда вы первый раз заговорили с Господом о бизнесе, вспомните, что вы сказали ему. Я говорю, давайте я вам напомню. Я им напоминаю, это одно и то же всегда. Если ты, Господь, дашь мне. Было? Они говорят, да, было. А я говорю, а вторая часть фразы напомнить? И все голову опускать. А вторая часть примерно звучала так. Тогда я, я говорю, вот вы сейчас подняли руку, значит, Бог свое обещание или вашу просьбу исполнил. А у меня теперь вопрос, а вы? И знаете, все глаза опускают. Я говорю, а как же, вы же обещали. Вы же приходили и говорили Господу, Бог, если ты меня исцелишь, если ты мне дашь это, если ты мне дашь жену, если ты дашь мне финансы, если то, то, то. Вот такой список, и Бог все исполнил. А вторая часть, которую ты должен был исполнить, а вторая часть, хай с ним, память короткая, не врите Богу, не обещайте того, что не собираетесь сделать, лишь только для того, чтобы впечатлить Господа. Будьте честны, эта женщина могла жизнь потерять свою. Вот честно говорю, я бы ушел. Все получил. Источник крови иссяк. Есть страх, что тебя могут за то, что ты получил, исцеление побить камнями. И вдруг тебя спрашивают, кто прикоснулся ко мне? И у тебя такое искушение. Да зачем мне надо? Люди исцеляются, говоришь, слушайте, посвидетельствуйте. Они говорят, ну, зачем? Я бы ушел. Я бы склонил голову раз, тихонько в толпу и как бы так, оп, потихонечку и растворился. А она честно подходит, падает на колени и говорит, это я. Не зная результата. Почему? Потому что честная. Вот когда спросят, кто принес пять рублей здесь и благословил нас? Я. Кто здесь помолился и вот этот человек исцелился? Да даже спрашивать не надо. Как только исцелился, сказал, это я помолился и он исцелил. Бог через, не, мы сейчас мудро говорим, мы не говорим, я помолился, мы говорим, Бог через меня сейчас исцелил. Не просто напрямую, как бы вот, знаешь, без тебя бы не исцелил. Но через тебя исцелил. Некоторые спрашивают меня, почему чудеса не происходят? Я говорю, ну потому что Бог их делает через людей, а если Он начнет через нас их делать, мы, наверное, уже Бога в сторону отодвинем и начнем сами там всех поднимать и исцелять и все остальное. Настолько мы бываем горды. И скромности нет. Интересно, человеку говорят, вот в церкви, я наблюдаю за братьями и сестрами, человеку говорят, сделай вот так, вот так. Просто, просто говорят, сделай вот так, вот так, потому что братья или сестры решили что-то организовать или они ведут какое-то служение и ему говорят, сделай вот так и дают, прям репертуар дают, вот так, вот так. И человек говорит, нет, я так делать не буду, я хочу от себя. Почему? Зачем ты хочешь от себя? Потому что я лучше сделаю. Нет, это гордость. Просто сделай, что проще. Мне Ольга Андреевна пишет, пастор, вы должны молиться вот там 10 минут, 13 секунд, смотреть на часы, голову держать вправо, влево. Я никогда не задаю ей вопрос, я говорю, все сделаю? Она говорит, вот это да. Она в первые разы удивлялась, сейчас уже наезжает на меня иногда. Ну, это нормально. Понимаете? Что проще? Быть подчиненным, когда тебе говорят, вот в церкви подошли, тебе сказали, а люди начинают вопросы задавать, а почему так? А почему не так? А что это вы, а не мы? Ну, сделайте вы. В чем проблема-то? В гордости. В гордости. Я знаю, сейчас вот сделали, я прям скажу честно вам, сделали поздравление пастору, это еще не конец. Люди, я так чуть-чуть знаю, люди, которые делали, они чуть не умерли, пока дожили до этого. А я им говорю, подождите, сейчас вторая серия начнется. Сейчас вам будут звонить, почему меня там не было, почему без нас. Я говорю, подождите, вы только половину пути прошли. Но знаете, что интересно? Люди, которые впрягаются, извините, скажу такое, вот в такое, в такое, они потом приходят вот такими глазами, говорят, пастор, мы теперь понимаем, как вам трудно-то с нами. У них отношение ко мне меняется. Я такой хожу, думаю, вот так. Я уже вот настоящий такой перед ними. Друзья мои, ну не делайте так. Будьте снисходительны, будьте честны перед собой, перед людьми, перед Господом. Умейте слушать, слышать, умейте исполнять то, что вам говорят, вам же не в грех. Если вам придут, скажут, пойдем банк грабить, тут скажи нет. Или давай сплетничать про пастора, скажи нет. Ну как-то вот у нас вот здесь вот не хватает духу сказать нет. А здесь, когда тебя просят, вдруг ты там, нельзя так. Друзья мои, мы должны быть добрым примером для других. Аминь. Давайте мы встанем. Дорогой Небесный Отец, я благодарю тебя за это слово. Может быть неудобо варимое, но оно ценное, Господь. Оно для каждого из нас. Чтобы мы следили за тем, чтобы в жизнь других людей не приходили соблазны, а чтобы мы были теми, которые побуждают других людей к добрым действиям. Благодарим тебя, Ислам. И я молюсь за каждого из нас, чтобы мы имели способность и сохраняли эту способность слышать. Чтобы мы, Господь, были честны друг перед другом и чтобы мы были близки к Иисусу Христу. Настолько близки, чтобы быть в Нем, а Он пускай будет в нас. Во имя Иисуса молился я. Аминь, аминь, аминь. Воздайте Богу хвалу. С днем рождения, церковь! С днем рождения! Сегодня день рождения церкви. Друзья мои, и хотел бы спросить, может быть есть люди, которые в первый раз пришли на подобное собрание, или вы несколько раз приходили, но так и не решились выйти и признать Господа Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это необходимо сделать для того, чтобы быть спасенным человеком, потому что Слово Божье, оно говорит, что сердцем мы веруем в праведности, а устами исповедуем ко спасению. И вот для того, чтобы быть спасенным, надо исповедовать. И я хотел бы вместе с вами помолиться этой молитвой и исповедания нашего Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Если вы такой человек, поднимите руку, мы с вами вместе помолимся. Да, вот я вижу вас, да. А вы не против будете, если я вас позову? Не переживайте. Тем более... Вас двое, да? Да. Вас двое, сразу двоих. Да, смотрите. А еще есть люди? Кто-то? Или это все для вас? Для вас? Супруг. А супруги, они не смелые. Они так, Жон, иди, говорит. Да, слава Богу. Слава Богу. Проходите. Это наш епископ рассказывал, говорит, супруг, супруга лежит наверху, а в доме там внизу что-то шуршит. Супруг, супругу толкает, и говорит, иди посмотри, кто там, говорит. Здесь типа такой, иди сходи, потом я подумаю, войду. Может быть, есть еще кто-то? Друзья мои, не стесняйтесь. Сегодня такой праздник, день Пятидесятницы, день Сошествия Святого Духа. Мы храм Бога Живого, и Дух Святой сходит в храм. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Я из какого вы города? Александр, Сочи. Из Сочи? Прям в Сочи живешь? Нет. В Хантамансийске, Волгоградской области. Вот. А вы откуда? Я Мария, я из Москвы. Из Москвы? Да, ну, живу здесь сейчас. Хантамансийск, Волгоград. Как в Москве-то-то оказались еще? А, в Сочи познакомились. Слава Богу. Бог вас любит очень сильно. И Он доказал свою любовь тем, что умер за вас на кресте. Вот если бы вы жили один или одна, Бог бы пришел и умер. Потому что Писание говорит, Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любит вас очень сильно. И второе доказательство Его любви, то, что вы здесь на этом месте. Много званых, но мало избранных написано. Людей зовут на собрании. Но не все приходят, не все имеют возможность услышать. А вот любовь Божья, она открывает сердце, открывает уши и дает вам возможность. И вы сегодня здесь на этом месте. Это тоже доказательство Его любви. Он очень сильно любит вас. И для того, чтобы веровать и быть спасенным, Библия учит нас, чтобы мы своими устами исповедовали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Так и написано в Римлянном, в 10 главе об этом. И я хотел бы предложить вам помолиться. Вы готовы это сделать добровольно? Это ваша молитва к вашему Богу. Я буду говорить ее, а вы повторяйте за мной вслух. Склоните свои головы, закройте глаза. Можете представить Господу, можете не представлять. Говорите следующее. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты явил ко мне. И сегодня, когда я стою в Твоем присутствии, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, и Он умер на кресте за мои грехи. И на третий день воскрес в мое оправдание. И сегодня Он ходатайствует обо мне. И я прошу Тебя, Иисус Христос, стань моим Господом и Спасителем. Прими меня в Царствие Свое и сделай детем своим. Возьми мою жизнь в свои руки и очисти ее. Во имя Иисуса молился я. Аминь. Аллилуйя. И у нас есть подарки. Мы поздравляем вас. Поздравляем вас. Пусть Бог благословит вас. И можно мы помолимся за вас? Можно? Давайте протянем руки. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту семью, которые сегодня приняли Тебя как своего Господа и Спасителя. И мы просим, чтобы Ты благословил их жизнь, Господи. Чтобы истины своей оградил их и не позволил никакому злу приблизиться к ним. Защищай их, направляй их, оберегай их. И пусть всякое проклятие в их жизни, оно рухнет. И придет благодать, и придет благословение до избытка. Ты их веди по всей жизни Духом Своим Святым. И прямо сейчас наполни их собой. Во имя Иисуса молились мы Тебе. Аминь. Слава Господу. Проходите, пожалуйста, на свои места. И у нас есть еще объявление. Присядьте на некоторое время. У нас есть объявление. Наталья, можно я тебя позову, ты там пояснишь? Есть ролик. Мы посмотрим ролик. И еще послушаем нашу сестру. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогая церковь. Я очень рада, что мое объявление сегодня совпало с днем рождения церкви, с днем рождения нашего пастора прекрасного. Это очень круто. Дело в том, что несколько недель назад я была в городе Таганрог. И я была в лагере беженцев. Это так называемый ПВР, пункт временного размещения беженцев. Это люди из Украины. В основном это люди с Мариуполя, которые жили в подвалах. И после освобождения Мариуполя их привезли в Таганрог. Люди с животными, люди со своим небольшим каким-то скарбом. Но большинство свидетельств от этих людей, то есть то, что я услышала, да, это были такие. Мы поняли, что все, что у нас есть, это наша жизнь. То, что самое ценное, что у нас есть, это то, что сегодня и сейчас я живой. И все, что я могу взять, это взять за руку своего ребенка, своего мужа. И я счастлив, и слава Богу за это. Да, слава Богу, я хотела просто посвидетельствовать вам еще о том, что день рождения церкви сегодня, и как раз именно там, в том месте люди верующие. Для меня это было большой честью и большой гордостью. Вы знаете, то, что я являюсь христианкой более 13 лет. И я узнала, что в этом лагере около 90% верующих служат волонтерами. Они кушают за свой счет, они живут там за свой счет. Им никто это не оплачивает. И это верующие протестантских церквей. И для меня это огромное свидетельство того, что церковь, она живая. Церковь, она действующая. И именно там ты ощущаешь эту силу любви и силу церкви. Вот. Я общалась со многими людьми. И действительно то, что... Ну, там много горя, конечно. Да, я не буду вам это рассказывать. Вы сами знаете. Это ужасные события, о которых даже говорить тяжело. Ну, просто еще такое тоже, то, что мое личное переживание. В какой-то момент мне надо было пересчитать людей. И нужно было каждого спросить, ну, покушали ли они. Потому что люди многие... Они постоянно приезжают, автобусы приезжают, их привозят. И не успеваешь всем объяснить, где столовая. Люди как-то разбегаются. И ты просто не можешь. И мы закрыли зал. И чтобы никто не мог выйти. И мне нужно было обойти каждого человека. А там было около двухсот человек. И спросить, вы покушали? Вы покушали? Я подходила к каждому и говорила, вы покушали? Вы покушали? Вы уже покушали? И знаете, вот потом, когда я выяснила эту информацию, мы всех накормили. И я очень устала. Я вспомнила, что я вообще сама не ела с утра. И я сижу, и ко мне подходит парень с какой-то церкви, с Краснодара. Он подходит ко мне, наклоняется, говорит, ты покушала? И знаете, меня прям осенило вообще, насколько это, ну, свидетельство того, что то, что ты сеешь, ты сразу же получаешь. И сейчас такое время. Сейчас время очень быстрое. То, что мы сеем, мы получаем. То, что мы вкладываем, это приходит к нам моментально. Это просто, ну, время быстрое. Поэтому я призываю вас не быть равнодушными. Слово Божье говорит, относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Поэтому мы не можем просто равнодушно смотреть на то, что происходит вокруг. И мы можем участвовать как угодно, да. И если это откликается действительно в вашем сердце, вы можете послужить финансами. То есть мы покупаем еду для этих людей. Можно поехать. Вот сейчас две смены. 20 и 21 июня я еду. И есть три места. Вы можете поехать со мной. Это рабочие дни, понедельник, вторник. Ну, возможно, кто-то найдет время и желание будет. Вы можете присоединиться. Спасибо вам, Церковь, за то, что вы есть. И слава Господу за все.